1 сентября все ближе. На западе страны канцелярские товары подорожали на 50%, в частности, Мангестау. А в Атрау стоимость школьных наборов выросла на 30%. Особенно тяжело в этом году придется многодетным семьям. Сборы в школу с такими ценами серьезно ударят по карману. Сколько стоит собрать ребенка к новому учебному году, узнавала Алия Жамитова. Саулия Хамзаева, многодетная мама из Курмангазинского района, приехала в Атрау собрать детей в школу. Говорит, в этом году цена на канцтовары резко выросла. Пришлось купить только самое необходимое. У меня трое детей, и им всем нужны канцелярские товары. Все вышло на 40 тысяч тенге. И то я купила только самое нужное. Это ручки, тетради, дневник, карандаши. В прошлом году весь учебный год нам обошелся в 100 тысяч. А в этом только пара месяцев уже на 40 тысяч. По словам продавцов, самая дешевая ручка на прилавках стоит 50 тенге. За 300 тенге можно найти только дневник низкого качества. Тетради на 24 страницы начинаются от 150 тенге. А цена на общепредметные тетради достигает 2500. Средняя стоимость канцтоваров в расчете на одного ребенка составляет чуть более 10 тысяч тенге. Я работаю в торговле с 2009 года. В последнее время стоимость канцтоваров резко выросла. За последний год только одни тетради подорожали в два раза. Если в Атрау стоимость канцтоваров выросла на 30%, то в Актау все подорожало в два раза. По словам экспертов, школьные принадлежности сюда завозят в основном из соседнего государства уже по высокой цене. Причина данного повышения цен – это товары приходят с соседнего Российской Федерации, именно с Астронской области. И, как вы знаете, сейчас идет повышение цен на валюту, рубля. И из-за этого с Астронской области именно выходят повышенные цены. И когда приходит, естественно, предприниматель добавляет свою стоимость дополнительную. На днях премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов поручил Акиматам на местном уровне организовать школьные ярмарки, а также наладить работу передвижных школьных автолавок в отдаленные села. В Атрауской области пока таких мер не предпринимается, хотя до начала учебного года осталось всего неделя. Алия Жамитова, Канат Елеов, Атамикем, Бизнес, Атырауская область.